Варвар это самый страшный фильм последних лет Ну как то Здравствуйте дорогие друзья с вами Кинокиллер и я провожу масштабный стёб, поиск косяков и подробный анализ в различных кинофильмах Ну я так думаю, что тенденция у комиков приблизиться к жанру ужасов уже никого не удивляет Конечно, тем самым человеком, что как гром среди ясного неба вырвал себе звание уникумов от комедии в хорроре Можно посчитать Джордана Пилла, что со своим фильмом прочь даже Оскар отхватил Хотя многие, причём даже я, забывают, что подобным промышлял и Кевин Смит, выпустив весьма годный Красный Штат Но тогда всем посрать было, ибо кто такой этот ваш Кевин Смит, а кто такой Джордан Пилл с его острой сатирой, которая, ну хоть как-то отчасти работала в его первой картине А дальше всё у него пошло как-то вот натужно Но не суть, с момента выхода прочь в жанр хоррор из комедии пришли ещё несколько ребят Джон Красинский снял Тихое место Дэнни Макбрайт и Дэвид Гордон Грин знатно наследились трилогии Хэллоуина Вообще как бы квадрологии, если считать первый фильм, но они там вообще никак не участвовали Ну и Крис Рокс свой вклад во франшизу Пила сделал И вроде бы давно уже стало ясно, что в большинстве своём комики не вывозят подобный жанр Как вот, на горизонте объявился ещё один гражданин по имени Зак Крэгер На Западе он известен как один из основателей и участников комедийной труппы The Whitest Kids You Know, прославившимся благодаря своему скетч-шоу Которое в России крутили под названием «Городские приматы» Юмор у них, конечно, своеобразный и нетипичный, но при правильном настроении может очень даже зайти И старинозак решил отойти от привычной темы и забабахал, как многие критики высказались, самый безумный и ни много ни мало лучший хоррор уходящего года Ну, честно, они неплохо так приукрасили Это фильм «Варвар» Буду говорить откровенно, об этом фильме я ничего не знал до того момента, как он прогремел на Западе Вроде тишь да гладь, а тут как начали выходить обзоры и мнения, как все начали нахваливать этот новый фильм И, естественно, подобный вал отзывов не может не заинтриговать Типа, еще до того, как состоялся релиз «Варвара» вышло достаточное количество действительно неплохих, да каких неплохих, хороших фильмов ужасов Неужели у нас появилась еще одна картина, которая не разочарует зрителя? Тем более, любопытство подстегивали фразы в духе «Ничего не читайте про этот фильм, опасайтесь спойлеров, максимум гляньте один трейлер и смело смотрите сам фильм» Да, конечно, оверхайп никогда не шел на пользу, ибо ожидать от фильма можно чего угодно, а на деле получить шляпу несосветную Но да, на крючок поймали, а что же вышло по итогу? А если вам будет недостаточно погрузиться в мрачную атмосферу дома на улице Барбары, то у меня для вас есть несколько иной сеттинг Более футуристический, но не менее загадочный Заинтригованы? Я тоже Ибо речь идет про новую игру Atomic Heart, которая берет действие в альтернативной версии Советского Союза, где робототехника и технологии достигли каких-то неописуемых масштабов Городостроятся, роботы крутятся, прогресс мутится, но так ли все вкусно и сладко? Ага, сейчас, роботы-помощники восстали против людей, аки те бледные болванчики из Я-робот Ученые хотели смешать кофе с молоком, а смешали какую-то дичь и создали страшных мутантов 40 лет тьмы, землетрясения, извержения, человеческие жертвы, кошки живут с собаками, массовая истерия Хватит, я понял И с этими преградами вам надо справиться, чтобы выполнить некое секретное задание В Atomic Heart вас ждет сочная графика, интересная боевка, сочетающая в себе техники ближнего и дальнего боя в одном сражении И дичайший интересный сеттинг футуристического Советского Союза, приправленный головоломками, занятным сюжетом и яркими персонажами В общем, любители погонять тапками буянистых роботов равнодушными не останутся А в России Atomic Heart будет доступна на площадке VK Play Так что проходи по ссылочке, что находится в описании к этому ролику и оформляй предзаказ на эту игрулю А еще с 16 декабря по 12 января проходит конкурс с массой призов И главный из них это игровой ПК и лицензионное кресло Warp XD Atomic Heart В конкурсе участвуют все игроки, которые сделали предзаказ игры на площадке VK Play Ссылку на полные условия конкурса вы сможете найти в описании под этим роликом Так что, сами видите, есть за что побороться Действия просты, спустился вниз, кликнул, предзаказал, увидимся в игре Итак, это фильм Варвар, и на сегодня моя задача вас развлечь, а вы... Мы пойдем за пиво! Так, что-то после предыдущего обзора как-то не очень красиво так подталкивать людей к хмельным напиткам Даже стыдно как-то Да, так что рассказывай, уже утомились ждать Да я знаю, вам просто неловко как-то все-таки Может, все-таки начнем? Ладно, раз уж меня сам режиссер подгоняет, то давайте приступим Пейте в меру, это фильм Варвар Своё начало фильм берет с видов некоего района города Детройт И стильного пролета через стекло автомобиля, на котором прибыла наша главная героиня Тесс В исполнении Джорджины Кэмпбелл Введите код 8331, чтобы получить ключ Маркус Маркус Отвали Вот падла Чтобы вы поняли, она арендовала домик через сервис AirBnB, а так как на дворе погода которой обрадуется только Энди Дюфрейн Ну или Эмма-сопляки, ибо в дожде можно скрыть свои слезы, то надо бы ломиться внутрь 8-8-3-1 Давай же, 8-8-3-1 Акцент разберись 8-3-3-1 Да вы издеваетесь Ключ, ключ, ключ Ключ Ситуация патовая, дозвониться до службы поддержки не получается, чё делать непонятно, но тут В окне дома загорается свет и встречает нашу героиню Вы позволите войти? Ко мне? Да, я вся вымокла Похоже на дождь Нет, её встречает парниша Кит, сыгранный Биллом Скарсгардом Сейчас все бабищи по миру буквально захлебнулись слюнями, ибо что-то мне подсказывает, что любая дама была бы не против такого халявного Билла Скарсгарда на пороге дома А учитывая, какой анафеме меня подвергли в комментах под обзорами Дилоги и Оно, то я прав почти на 100% А вообще, это действительно хороший ход позвать на второстепенную роль этого актёра, причём сам режиссёр это подмечает Да, Билл идеально влился в роль, так как фанаты хорроров знают его, и знают, от него можно ожидать любой фигни Поэтому, как только дверь открывается, вы такие, о! И этого мы и хотели Да, это, конечно, всё вкусно и так далее, но что это за чел? Прости, а ты кто? Что? А ты кто? Это 476 Барбари, да? Нет, это дом на Нейблд Стрит Я забронировала его на Airbnb месяц назад Я на Хомовой И что мне делать? Давай ты зайдёшь и позвоним этим дебилам Ты не мой друг, ты страшный Ну о чём это мы? Естественно, тест заходит внутрь и, должен признать, начало у фильма действительно интригующее И даже, можно сказать, напряжённое, ибо мы понятия не имеем, стоит ли доверять этому чуваку Хотя, буду честен, поведение обоих персонажей тут скачет от Блин, зачем вы это делаете? До, ну в целом, всё нормально, даже правильно Давайте для начала про героиню Да, понять её можно, какой-то мутный тип в арендованном тобой доме, поэтому она сторонится его и даже проявляет осторожность Ты можешь показать данные о бронировании, чтобы я тоже посмотрела? Хочешь убедиться, что я не вломился сюда поспать? Но при этом она в паре кадров роется в вещах Например, в лопатник, чтобы сфоткать водительское удостоверение Кита Типа, окей, всё правильно, только Потом она это фото, вот его фото, никому не отправит То есть, будь он реально маничилый, то он бы отнял мобилу И эта фотка стала бы такой же бесполезной, как презерватив, когда твоя бабень уже залетела Ну или тут Вот тебе за всё дерьмо А теперь Кит Далее нам станет известно, что он адекватный и спокойный парень Но сейчас... Да, я могу понять, что он пытается быть дружелюбным Ты, конечно, делай, что хочешь, но если решишь остаться здесь, где сухо и есть замок на двери, я не буду против Изображает недотрогу, делает вид, что уходит, но она хочет Мы знаем, что ты хочешь Ну в дальнейшем это прям реальный перебор Он заваривает ей чай, хотя она не просила, притаскивает её вещи, вообще ведёт себя как сурикат в саванне А если вы спросите, почему Тест до сих пор не свалила из этого домика, то... В городе конференция Что? Ага, что-то связанное с медициной Вряд ли ты найдёшь свободный номер ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООО this Ага, ведь Детройт это такой мизерный городок, что там вот так прям мало отелей. И любого другого домика в аренду невозможно найти. Да господи, даже квартира обычная на ночь сойдет. Чего вы горбатого лепите? Переночуй здесь. Нет, я... Будешь в спальне, а я посплю на диване. А завтра позвоним этим идиотам, вернем деньги. Это бред какой-то. По итогу она соглашается остаться, хотя, как я уже и сказал, варианты свалить у нее были. А что, Кит? А он продолжает быть криповым. Ты, может, тоже захочешь. Но если бы я открыл его без тебя, то... Прости, я тараторю, господи. Думал, ты откажешься, если я открою без тебя. Так что ждал тебя. Просто жутко. Я не хочу. Но ты пей. Уверена? Да. И стоило только заговорить про то, чем они по жизни занимаются. Должность исследователя для документальных фильмов. А кто режиссер? Кэтрин Джеймс. А что она снимала? Про джаз, легкая грусть. Мне понравился. Ты шутишь. Во всем соглашаться с ней, может, тогда она потрогает. Никто такое не смотрит. Про духовой оркестр. Там была сцена на крыше, где парни играли Колтрейна. Да, крутой фильм. Какие у тебя любимые группы? Мне нравятся те, которые нравятся тебе. А теперь ты потрогаешь? Я все правильно делаю. Как сразу диалог пошел в нужное русло. Ибо, как оказалось, Кит один из основателей творческого объединения, про которое собирает инфу ТЭС. А значит, пиво, водочка, колбаса, селедочка. Пора хлестать винище, чтобы не сорвало днище. А на утро... Ну, в общем, вы поняли. Если бы я заехала первая, а ты бы заявился ночью. Ты бы меня не пустила? Ни за что бы не пустила. Я, по-твоему, ненормальная? Я что, похож на какого-то маньяка? Да, чувак. Да. Вообще, конечно, очень трудно рассказывать про первую треть этого фильма. Потому что, сука, наснимают хорроров, основанных на диалогах. А ты потом сиди на монтаже, страдай. Но, как я уже и говорил, тут достаточно интересные темы затрагиваются. Например, о различии поведения женщин и мужчин, находящихся в идентичной ситуации. Вот как ТЭС сказала, что на месте Кита она бы его не впустила в дом. И самое интересное, что режиссер делал основной упор именно на это. Ну, по крайней мере, при написании сценария. Я прочел книгу Гевина Дебеккера «Дар страха». И одна из глав гласила об осторожности... ...к странному поведению мужчин. У меня возникла идея про даблбукинг одного дома. И про естественный страх женщины перед выбором. Останусь ли я в доме с незнакомцем? Или пойду спать в машине? Такая странная дилемма. И это действительно прикольно. То есть у нас тут не однобокая шляпа, как, например, «Человек-невидимка» или «Солнцестояние», а позволяется взглянуть на две точки зрения одного события. То есть с точки зрения мужчины и с точки зрения женщины. Почему только девушкам разбивают вдребезги сердца? Не только девушкам. Уж поверь. О боже, розовые сопли, заканчивай. Не-не-не-не, Шрайбер, ты чё? У нас тут ром-комовское вступление. Сопли никуда не пропадут. Вон у них любовь, оси-сяй и все дела развиваются. Так, стоять бояться. Ну-ка назад. Безобидно. У меня есть пунктик насчет чистого белья. То есть у тебя бзик насчет постельного белья, но ты ему позволила забраться в пододеяльник. Кэх, мы быстро переобуемся. А ты, слушай, с такой методикой ты становишься уязвимым. Глаза ничего не видят, ты фактически обездвижен, и на тебя нападает гепард. Да, самые распространенные животные в Детройте особо быстро бегают от легавых. Хотя тут скорее тогда не гепард, а черная пантера. Под солями они еще более агрессивны. Ну ладно, а теперь на боковую, голубки, ибо давненько не было «НО ТУТ!». А, типа, на замок дверь закрывать не учили. Блин, даже челик из Дагона не поленился и прикрутил щеколду от греха подальше. Но нет, она медленно идет к киту, ибо тот стонет, как будто своего дракариса гладит, а на заднем плане «У-у-у-у, жуть какая!». Но это не так стрёмно, как. Да, сучий скример. А так все хорошо начиналось. Какого хрена? Прости меня. Что ты делаешь? Нет, что ты делаешь? Что ты делаешь? Нет, что ты делаешь? Ты издавал какие-то звуки? Я издавал звуки? Это ты открыл дверь? Нет. Наутро Тесс уже навострил свои навострилы на собеседование. Кит свалил, но оставил милую записочку с просьбой оставить ключи в сейфе. А ты звонить в AirBnB по поводу проблемы с даблбукингом не собираешься? Или лыбу давишь? Телефон подними и набери. Эх, с тобой ладно. А нам предоставляется возможность увидеть, куда же занесло наших героев. На четыре квартала вокруг все дома пустые. Нет людей, значит копы сюда не суются. А теперь, моя дорогая, делаешь разворот на 180, хватаешь своей манатки и ухуешь в ужасе отсюда. После собеседования найдешь себе другую хату. Не, я, конечно, не сомневаюсь, что люди наподобие Бабблса и вот этого чела могут создать иллюзию добропорядочных соседей, но перо в бочине у тебя будет явно не иллюзорное. К тому же, а пока ты ехал, и ты не заметила, что райончик, мягко говоря, не Камильфо, фонари работают, да и свет от фар мог бы тонко намекнуть на масштабы разрухи вокруг. Про то, что ты в Google Maps не заценила этот район, я вообще промолчу. Ах да, а работники Airbnb, когда одобряли сей домик в аренду, не обратили внимания, что в такой округе вряд ли кто-то захочет проживать, и что скорее это не двига, убытки, нежели прибыль будет приносить. Насрать! Ну да, о чем это я? Тогда бы фильма не было. Тест двигает навстречу, которая, в принципе, проходит удачно. Но тут... Да ладно тебе, тетя, все высший класс, идеальный район для того, чтобы растить здоровую и крепкую семью. А учитывая, к чему все придет в финале, это даже как сарказм не прозвучало. Понимаю, ну ладно, будь осторожна, хорошо? Хорошо. Я... я сильная. И что вы думаете Тест сделает? Ага, возвращается в тот самый район. Ну и местечко, просто ад. У меня здесь и не встанет. Да кто-то еще и по прибытии вот такой бонус ее ожидает. Эй! Эй, девочка! Эй! Иди сюда! Ага, щеманулась не к машине, на которой могла бы покружить, пока бомж не отстанет, а к дому, для которого еще ключи из мини-сейфа надо достать. Умничка! Эй, девочка! Выходи из дома! Подкинь доллар. А ну отвали бомжатину! Афигеть! И кстати, как по энциклопедии клише, окажется, что этот бомжара на самом деле помочь хотел. Вопрос. Почему он более спокойно и менее резко к ней не подбежал? Да и вообще, почему он не появился еще рано утром, когда она только из дома выходила? Копы не могут приехать, ибо свободных машин нет. Ну или попросту в подобные районы, даже правоохранительные органы засут ехать. Так что надо собирать вещи и присесть на дорожку похезать. Правда, из-за отсутствия туалетки, нелегкая ведет ее в подвал. А там... Никогда не надоест. Не, там туалетка, но проблема в другом. Я... Я сильная. Да вообще, зверюга, мощь, скала, it's about drive, it's about power, б***ь. Ключи у нее, мобила осталась в комнате, придется срать под себя. Ну хорошо, хоть туалетки навалом, но в процессе поисков чего-то эдакого она обнаруживает странную веревочку. Тайная комната открыта. Враги и наследника трепещите. И что вы думаете наша героиня делает? Nope. 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 Да, она не лезет в этот странный и подозрительный тоннель. Наконец-то персонажи хорроров, хотя кого я обманываю и че я тут режим дурачка включаю? Тесс достаточно нетривиальным способом при помощи зеркала подсвечивает тоннель. Да будет свет. И видит, что там оказывается еще есть комнатушка, в которую ну вот прям очень хочется заглянуть. А внутри... Ну или... А че вы хотели? Подвалы созданы не только для того, что там дедовский хлам всякий хранить. А, понятно, тут Патрик Бэйтман после финансового кризиса хоум-видео снимал. Зрелище, мягко говоря, не из приятных, а тут как тут и Кит пришел, правда вот че-то к нему бомж сломя голову не бежит. А че это? А то это сценарий таков и больше никаков. Кит выпускает Тесс и получает кучу всякой инфы от испуганной леди. Я была в подвале. А потом я нашла потайную дверь. За ней была комната, похожая на... на темницу. Так, стоп. Ну-ка в оригинале. Охеренно, б***ь. То есть делаешь вот эти сучьи навязанные вставочки из гачи-мучи, живешь себе припеваючи, а тут в фильме реально упоминают данжен, шути не хочу. А у нас тут уже закон издали, за который тебя самого могут на фэткарк посадить. Ну шо за несправедливость. В общем, она ему говорит, что там внизу п***цы надо бы драпать к чертям собачьим, пока им там фейк AirBnB не устроили. А что, кит? Там была кровать. А еще камера. И ведро. Пойду, проверю. Нет-нет, пожалуйста. На стене был отпечаток. Слушайте, давайте так. Тут как бы тоже двойственная ситуация, но я размышляю исключительно как парень. Вот вы приходите и видите напуганную девушку в слезах, которая говорит, что там внизу какая-то странная комната. И мы отбрасываем факт того, что это хоррор. Применим это к реальной жизни. Как бы вы поступили? Дай мне хотя бы 20 секунд. Прости, что не воспринял всерьез то, что ты видела внизу. Просто я-то не видел. Нет, тут, конечно, можно применить аргумент, мол, чувак, за мной гонится медведь. А ты в ответ, ну я-то не видел. Но тут немного иначе. Я не вернусь туда. Ничего. Можешь подождать здесь, а то вдруг я тоже застряну. Ладно. 30 секунд. Так к чему я? Можете со мной не согласиться, но тут как бы мне откровенно говоря пуй. Но, когда девушка явно взволнована, то я бы пошел и проверил, в чем причина для беспокойства. То есть, ровно так же, как и Кит. Да, со стороны Тесс все предельно ясно, и свалить это логично, но, тем не менее, я бы проверил. Да, логика странная, что-то наподобие очковать вдвоем как-то веселее. Ну так вот, Кит спускается, Тесс, вот почему-то тоже поперлась обратно, предварительно приперев дверь на случай внеплановой блокировки отходных путей, а Кит что-то не отзывается. Простите, это была последняя вставка из ОНО. Кита нигде нет, а оказывается, что в подвальчике есть еще одна потайная комната, ведущая куда-то вглубь. Респект! Тихо, б***ь! И вот такой финт хвостом будет. Окей, не спорю, я оправдал Кита по поводу проверки подвала. Но кто тебя, бестолочь, просил идти дальше? Типа, картина в комнате и так жуткая, чтобы драпануть обратно, причем, смотрите. Ты видишь? Да? Ну все, поднимайся! Никаких звуков борьбы не было, то есть этот педигрипал сам поперся в эту темень несусветную. Зачем? Тебе там что, медом намазано? Кит! Помоги! Кит, поднимайся! Помоги мне! Пожалуйста! Call the police! Да, попытаться вызвать ментов было бы логично, но нет, это сделать все иначе. Да и плюс к тому, там вроде как у них свободных машин не было. There's a world going on underground! А внизу оказываются какие-то странные темные катакомбы с жуткими клетками. И, без доли вранья, мне эти сцены очень понравились и даже нагнали жути. Мрачное музыкальное сопровождение, классная работа с декорациями, светом и камерой. Блин, у нас буквально тут экранизация Resident Evil 7. Тот неловкий момент, когда фильм, не относящийся к игровой серии, передает атмосферу лучше, чем прямые экранизации. Но тут... Тут кто-то есть. Нет, зачем? Зачем? Спустился? Меня кто-то укусил. Там же выход. Идем. Идем туда. Хватит. Иди за мной. Хватит. Какого дьявола ты здесь шумишь? Тебе русским по-белому сказали, что здесь кто-то кусучий сидит. Че ты так орешь? А по поводу Кита, ну, он в темноте был, возможно, дезориентировался. Правда, как его еще до сих пор не прибили, пока он звал Тесс? Я не вернусь туда! Я не вернусь! Оу. Как неловко. Нет! Вот все обкусанное, штопанное, гребанное гнусь! Мне кажется, или Заку Крэггеру очень сильно нравится клип Афикс Туин Come to Daddy. И ежели вы думали, что нам сейчас расскажут, что это за тварь такая, то можете обломиться, ибо фильм не хуже меня делает финт хвостом и переносит нас в Лос-Анджелес к другому персонажу. Актеру Эй-Джею в исполнении Джастина Лонга и, отвечаю, это лучший персонаж фильма. Да, он, конечно, тот еще мудозвон, но отыгрывает его Лонг просто богоподобно. Как дела, педик? О, черт, да. Да, сука. Но до этого еще дойдем. Ну так вот, житуха у него огонь, пилот нового сериала в работе, пока ему не позвонили с телеканала и не сообщили две новости. Первая новость, уж простите, что сам это говорю, а не кадры из фильма показываю, ибо авторские права и все дела, что его коллега по сериалу заявила о сексуальных домогательствах и его надо бы уволить. Вот же сука. Я же был первым на проекте. Она пришла позже. Дэвид, скажем вторую новость. Нет, лучше пусть он сейчас остынет. Вторую? Что там? Мы с нее ведро раков сняли. Завтра об этом уже сообщат в Голливуд Репортер. И что она сказала? Что я ее изнасиловал, что ли? Да, она сказала об изнасиловании. Блудливая варварская Калифорния. А вообще, да быть такого не может. Не мог он изнасиловать свою коллегу. Давай, Эй Джей, прокричи во все горло, скажи всем, что ты импотент! А если без шуток, ну, че, допрыгался браток, променял пилот на пилотку и канал на анал. Тут еще из других краев новости не лучше. Его бухгалтер тоненько намекает, что потратится на адвокатов по делам об изнасиловании и клевете придется немало. А денег у него не так уж и много. Да еще и вот это. В конце недели я верну твои документы. Круто? Что это значит? Предлагаю найти альтернативное управление капиталом. Боже мой! Ты тоже меня бросаешь? Что это значит? Чтоб тебя! Да кто-то еще и новости об его похождениях опубликовали. Короче, Эй Джей угодил в мету по самые помидоры. А единственным выходом поднять бабла является... Не-е-е, не то, о чем вы подумали. Продать недвижимость. И как раз один такой домик у него. Где бы вы думали? Ага, в Детройте. По адресу Барбари476. Я, конечно, упоминал, что этот персонаж мудозвон, но... Тебя вообще не парило, где ты дом покупаешь? Тебя даже не парило, что хер тут кто заселится? Ну, кроме двух других дебилов. Ну ты мудр. Кстати, да, там дальше по сюжету бомж скажет, что к этому дому опасно подходить из-за мегазорт ебки, что живет в подвале. Но, блин, сколько по Детройту нарколык шастает? Неужели эту хату бы не вскрыли? Ай, пофиг. Эй Джей прибывает в дом милый дом и удивляется, что аж матье Тессы и Кита валяются по всей хате. Мы не сдавали его в аренду уже пару недель. Горничняя приходит подготовить дома к приезду следующих жильцов. Какой ты идиотизм. Я не знаю, почему ты так спокойна. Хорошего дня. С тем же самым успехом ему мог бы ответить и Джордж из джунглей. Результат был бы тот же. Реально, не фильм, а какая-то антиреклама Airbnb. А далее... Так, стоп. То есть ты въехал. Тут валяются чужие вещи. В службе сказали, что последний раз заселились две недели назад. Давайте еще раз. Да, тут либо потенциальная пропажа людей, что по факту и произошло, либо в подвале тебя могут ожидать маньяки, которые с прибольшим удовольствием тебя превратят как владельца дома в факин слейва, ибо там уж очень удачно расположен данжен. Но нет, куда лучше с другом увидеться. Как дела, педик? Угадай, кто вернулся в город? Блин, как же классно он тут играет. Я знаю, что пишут в интернете, но что стряслось, черт возьми? Чувак, я буду с тобой честен. Это все, о чем я прошу? Йоу, позволь мне, единственное, о чем прошу? Позволь буду честен, мы трахались, да. Я мужчина и провел слабость. Просто пришлось ее уговаривать, вот и все. Но типа, я не говорил, иди сюда, сука, я тебя изнасилую. Не заткнешься, кончу тебе прямо в пасть. Я настойчивый чувак, да? Я как чертов тигровый глаз. Ага, верно. И она успокоилась, и все. Так и случилось. Вот и все. И давайте внесу небольшую ремарку. Когда я в первый раз то я посчитал, что здесь, как и в случае с Человеком-невидимкой, будет накидывание говна на вентилятор. Мол, да, у нас мужик виновен, но каких-то подтверждений нет, и мы их не увидим. Но затем я посмотрел с хорошим качеством и с хорошим звуком. Эээ... I'm pretty sure he did that shit. Да, персонаж у нас тут стопроцентный, мудила, который, помимо прочего, еще и сверху факапит. Как? Фэткак! Как насчет того, чтобы с пьяно набрать свои коллеги, что ты отрахал и просить прощения? Ты, вероятно, не хочешь говорить со мной, но я просто хочу сказать, что мне очень-очень жаль, если я сделал что-то той ночью, что могло бы обидеть тебя, или... Положь трубку. Чего? Положь трубка. Ложи трубку, я тебе говорю. Положи трубка! Задавлюсь, шляпа! У людей могут быть разные версии одного и того же, и я даже не злюсь на тебя из-за этого. Я надеюсь, ты не злишься на меня. Ё-моё, у тебя и так положение дел далеко не из лучших, а завтра эта запись, вот запись твоего голоса, твоего пьяного, ебаного голоса окажется в масс-медиа. Запомните, никогда, никому, с пьяно не звоните, только усугубите свое положение. И это совет на все случаи жизни, не надо думать, что мы с Ай-Джеем прям так похожи. На утро, предварительно проблевавшись, суки рваны, вы как так бухаетесь, что у вас интоксикация только на утро происходит? Закусывать надо. Эй-Джей все-таки решает докопаться до правды, кто у него тут тусует, а именно, роется в чужом белье. И жадно нюхал белье. Благо, хоть до этого не дошло, хотя чем черт не шутит. Зато он ноутбук тест нашел. Ну, давай, Лонг, ты уже доказал, что ты ох**ный хакер в крепком... А, ну да. Давай хакать компы, как любой русский чинит технику. Они покрепче, а вось заработает. Тем более, ты был представителем Apple в той знаменитой рекламе. Уж постыдился бы. И, естественно, он обнаруживает подвал, из которого доносятся странные звуки. Сквоттеры в моем чертовом доме. Прятаться в моем подвале? Я же мужик. Я тебя трахну. Да ты, б**, не угомонишься? Никак одного раза не хватило. Вооружившись маленьким ножичком, эм... Поговорим о ножах для масла. Ты пытаешься что-то компенсировать? Ну да, раз ты там кого-то трахать собрался, то надо иметь дрын повнушительнее. И, прихватив фонарик, Эй-Джей спускается в заполучную обитель зла. Ладно, сука. Тебя отымеют. А чел, пойди подрачи, пожалуйста, ей-богу. Собственно, он обнаруживает тайный проход в катакомбы, заходит внутрь, осматривает жуткий данжен и... Могут ли подземные помещения быть указаны как квадратные метры при продаже дома? Да, тут стоит напомнить, что Зак Крэгер один из основателей комедийной труппы. И я ржал как сволочь на этой сцене. Это просто гениально. Нам и так понятно, что персонаж Джастина Лонга это конченая мразь, но Крэгер буквально до пределов доводит его сволочизм. Даже готовый подвал не учитывают как общую жилую площадь дома, но его можно включить в расчет общей площади жилья. He's an asshole. Да, he's an asshole, но при всем при этом дальнейшее просто идеально вписывается в характер персонажа. Он хватает рулетку и натурально начинает замерять метраж подвала. Ему даже насрать на жуткую комнату с камерой. Главное бабла побольше стрясти. Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? И думаете это все? Ага, ща. Он все-таки обнаруживает проход в дальнейшие катакомбы и продолжает их замерять дальше. Сука, тебе не хватает еще матершины, как в прослушке при замере. Не могу, ржу с этого дядьки, надо побольше замерить, да побольше и начихать на странные клетки. Сука, у него там могли бы свой филиал клуб Бладхаунд из хостела открыть, его бы даже это не парило. Но парит его только одно, как оказалось. Видеоуроки по кормлению грудью. Ну, я бы не был так категоричен, что естественно то не безобразно. Не в твоем случае. Но тут... Сука, это реально резик седьмой. Бабище есть, осталось, чтоб напало. Как в воду глядел. На самом деле просто я уже фильм видел. Но, увы и ах, он попал в открытую ловушку, где, ё-моё, Тесс живая, хоть и слегка грязная. И вы думаете, что нас... Там плавало очередное перемещение к другому персонажу. Что? Опять? Не, на самом деле это круто, что фильм нелинейно построен и скачет то туда, то сюда, как Сайгак от ружья. Но, буду честен, вот этот вот первый час, который мы уже просмотрели, это было самое крутое, что есть в фильме. Нихрена за час нельзя определить. А что это, п***ш? Ибо дальше, ну вот, вы помните же такой фильм Джордана Пила «Мы». Не-не-не, мы не в настолько е*** посрань скатываемся. Я даже больше скажу, варвар мне скорее фильм «Не дыши» напоминает. Но, тем не менее, удручающую часть фильма. А нас переносит 80-е годы, что подчеркивается сменившимся соотношением сторон. Хм, странная мода, кстати. Раз это флэшбэк, то надо соотношение менять. Последний раз мы подобное в оленях рогах видели. Ну, в общем, нас знакомят с новым персонажем Фрэнком, роль которого исполнил актер с максимально нетипичной физиономией Ричард Брейк. И тут, по сути, можно в двух словах. Он едет в местный магаз закупаться всякими принадлежностями для принятия родов. Итак, сколько лет вашему? Я еще не родился. Отвезете мамочку в Мерси, народы? Родим дома. А затем подозрительно выслеживает некую даму. Причем, даже Зак Крэггер говорил, что для этой сцены стал вдохновением фильм про маньяка Страх, что очень любит режиссер Гаспар Ноэ. И это видно по постановке. Так вот, Фрэнки наряжается в униформу сантехника, на которой красуется имя Карлос. Вы бы могли подумать, что его это должно смутить. Если даже бабцу, к которой он, дескать, проверить сантехнику пришел, это не смущает. Увидела униформу сантехника, все, значит сантехник. К сожалению, так обычно мозги у людей работают. А приперся он к ней, чтобы незаметно открыть окно в ванную для дальнейших стрёмных деяний, о которых чуть позже. Кстати, по возвращении домой нам вкидывают еще и это. Мы переезжаем, Фрэнк. Потому что, знаешь, район катится к черту, Фрэнк. Да, ежели вы не в курсе, Детройт пошел по причинному месту из-за нефтяного и автоконструкторного кризисов. Поэтому город и по сей день в упадке. Работы как таковой нет, люди свалили, да и бедных районов там разрослось очень много и на сам город там болт положили. Но, есть и положительные стороны. Без этого трендеца мы бы не получили Эминема. Поэтому соседи Фрэнка сваливают, но не сам Фрэнк, ему только в кайф, чтобы было меньше народа, ибо... Чумовой. Ибо, да, Фрэнк у нас маньяк-насильник, который похищал девушек, прятал их в подвале и там, ну, проворачивал с ними всякие мерзкие штуки. И, само собой, у вас могут возникнуть вопросы, а почему его не поймали? На что я вам, посоветую почитать всякие статьи про маньяков и посмотреть на то, как их быстро вычисляли и ловили? Ага. Можете даже на обдроченный всякими малолетками сериал про Дамера с Эваном Питерсом глянуть, ядрить его прямо в момент первого убийства поймали. Ага, конечно, чисто по случайности, спустя 13 лет и то из-за того, что жертва сбежала. Там даже копы на жалобы по поводу трупной вони не реагировали. Я это к чему? Вы не те вопросы задаете. Меня не парит, что его быстро не поймали. А знаете, что меня парит? Что этот чел вырыл не ебанческие катакомбы в одну харю. Я понимаю, что с 80-х у него дел не особо много было, кроме как инцестармию растить. Упс. Но извините, там даже Рэмбо из последнего фильма слегка преподавалил. Одно дело землянка, а другое это тоннели, пролегающие на несколько кварталов ядрить колотить. Ах да, кстати, все основные лица задействованы, пора кое-что подрубить. Тесс, Кит, Эйджей, Фрэнк, Мама, Варварские приматы. Да, делаю отсылки, которые пойму только я и немногие среди зрителей. Если вы среди таких, то я вас прям ценую и обнимаю. Мы переносимся обратно в наше время к заточенным в подземелье. Если ты расстроишься, она расстроится. Выпей это. Просто выпей, черт подери. Да дай сюда ты. Черт, ну ты бы хоть подогрела, там наверху плита же есть. Разве не видишь? Она хочет, чтобы ты был ее ребенком. Гу-гу-гага, суки рваны. Да, если еще непонятно, вот это чучело страшное, похожее на смесь мамани из фильма Дель Тора, той твари из репортажа и елкин дрын, реально того чудо-юды с клипа FX Twin. Крэгер, какого? Местная странная мама, которая хватает людей, хочет с ними играться и проявлять материнскую любовь. А если ты и не подыграешь, то... в угол поставит, так сказать. Дайте ребенка, 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 ребенка. Как вы поняли, Эй, Джей не подыграл, так что иди сюда, сопляк засратый. Кстати, отличный повод для Данцига. И далее, ну вот вы помните ту сцену из «Не дыши», где Рокси запихала слепому спринцовку со спермой? Ну, тут что-то наподобие будет. Мама! Ну, честно говоря, меня не проняло. А вообще, как оказывается, мы могли увидеть сцену гораздо страннее этой, но ее вырезали. Мама видит рядом ползущую крысу, и она хочет накормить меня, ведь я ее малышок. Так вот, крыса ползет, она ее хватает, откусывает, как любая бы мать поступила, голову, и как птенчику сплевывает остатки в рот. Жесть лютая! Вот это было бы прикольно, но увы. А тем временем Тесс выбирается из ямы, так, стоп, когда Эй Джей сюда упал, то клетка была открыта. Тебе че, в кайф было тут чилить да молочко попивать? Хотя, как говорится, сам создал претензию, сам же ее и уничтожу. Учитывая, что маму нельзя расстраивать, попытка побега бы обернулась тем, что случилось с Китом. А тут, пока создание отвлеклось, можно попытаться сбежать и позвать на помощь. Правда, ты серьезно тут две недели на молоке держалась? Удивительно. Ай, блин, Дима, Торма, Стесс, ты две недели тут торчишь, на звонки не отвечаешь. Что насчет переживающих родственников или той тетки с собеседования? Она-то знает, где ты тормознулась, можно было бы о пропаже заявить. Ну так вот, она сваливает не хуже, чем Майкл Скофилд и Линкольн Бэрус. Но тут, ну ладно, побег немного энергичнее становится, но да ебаный рот, Тесс. Я, я сильная. И независимая, твою мать. Да эти ваши двери в Пиндостане выбить или продырявить не составит труда. Хвать сиськи мять, ты уже маманьях две недели там тискала. Тесс спасает тот бомж из начала. Ага, такой внезапный бомжмен и говорит, мол, с района надо сваливать. Это плохое место. И она даже не худший обитатель. И мы, кстати, с друзьями дискутировали на этот счет, что в катакомбах, возможно, есть кто-то похлеще мамы и можно рассчитывать на сиквел. Но режиссер нас обломал. Не хотелось бы вдаваться в подробности, но все его слова были о Френке. Да, вот. Увы. Тесс, конечно, мучит совесть, что Эй Джей там остался, но она одна вряд ли что-то сможет сделать, поэтому бабища выбирается с района и вызывает ментов. Полиция, слава богу. Мэм, уберите руки от двери, пожалуйста. Там мужчина, которого держит... Мэм, уберите руки от двери. И, кстати, с ментами тут тоже интересно. Сломайте дверь, там кто-то застрял, ну же! Эй, что вы делаете? Уйдите оттуда, спускайтесь. Это преступление, которое я пока видел, как вы разбили окно. Я не в делах, не понимаю, о чем вы мистер полизмен. Стойте, вы ублюдки валите? Эй, с меня хватит. Тебе повезло, что мы не отвезли тебя проспаться в тюрьме. Нас арестовали за то, что мы были черными в пятницу вечером. Да, вы можете сказать, мол, какого черта капсы и не верят, и не помогают, но давайте-ка я, пожалуй, напомню, какой у нас тот город в фильме. Детройт, б***ь, там таких ошалелых типов мелкая тележка. Да вы посмотрите на офицера, у него на лице отражается вся скорбь ментовского народа. Сколько он подобных людей повидал не то, что за неделю, а за день? Естественно, они ей не поверят. И плюс к тому еще, вспомните, что тут за район. В это время, Эй, Джей, пока маманька отвлеклась, бродит по тоннелям в поисках выхода, но находит странную дверь, которая, по логике фильма, должна Ванус к сатане привести, но нет. Ах да, вот еще. Почему она стопорнулась, хер знает, почему Эй, Джей, спокоен как корову в Индии, я вообще не эбэй. Видать, сиська очень мягкая была и молоко очень вкусное, поэтому можно не париться. Короче, отваливает сударыня, а наш актерчик заходит в комнату, где такой срач, что даже бомжи бы сказали. Господи, да имейте совесть. А в комнате он обнаруживает, кого бы вы думали, Фрэнка. Я хочу быть чистым. Не, не этого, но с контекстом данного фильма я бы не удивился. Да, того самого насильника из флэшбека, правда, он уже не такой энергичный, как раньше. Заебался за 40 лет. Как хотите, так и понимаете. Мы уйдем отсюда, хорошо? Сраные копы, чертовски скоро будут здесь, поверь. Я бы так орать стал, если бы после слов о копах этот дед ломанулся к выходу с криком, живьем не возьмете, мусора проклятые. Но нет, пока этот Кощей валяется и пердит, попивая водичку, Эй Джей любуется Кощеевым златом. Динки, брюнетки, рыжие беременные, старухи, продавщица спиртных напитков, рвота слепая Тоня. Давалка, блядина. Это же куорна, нам нельзя. Чувак, помолчи. Да? Что с тобой не так? Что за херня с тобой? Уж кто бы говорил, товарищ, не из-за вас ли там наверху развязался сексуальный скандал? Да, если вы не поняли, на кассетах записи того, как Фрэнк насиловал похищенных девушек. Так, скотина, что скажешь в свою защиту? Ни-ня не проходит, чтобы я не раскаялся в содеянном. Да, я поддался отчаянию, как и многие в те годы. Это было не специально. Оправдан, можете покинуть. Стой, стой! Этот брюнный мир. Фрэнки наложил на себя руки. Что мешало тебе сделать это раньше, дядь? У тебя совесть с запозданием, что ли, сработала? Ну да не о том. Эй Джей хватает волыну И слушайте, я не буду мусолить тему того, что сотрудники AirBnB не обнаружили эти подземные тоннели с этой хренью внутри. Да, я знаю, что это тупо. Но меня заботит другой вопрос. Наступит ночь, она выйдет оттуда и будет искать тебя. Она выходит ночью. То есть она каждую ночь вышибает входную дверь? Да я не удивлен, что у Эй Джея бабки заканчивают сон каждый день отстегивают фирмы бабки на новую входную, твою мать. Не, возможно тут и есть другие выходы, но тогда почему ими не воспользоваться и не показать их? Ах да, эта ваша дверь в подвал нихера не открывается, но вначале мамка как-то тихо и спокойно ее отварила. Муть странная. Маманя в нокдауне, а Тесс спешит на помощь. Но тут... Вот тебе немного свинца, попробуй перевари его. Ай. Ладно, мне очень жаль. Давай, нужно вытащить тебя отсюда, ну же. Прости, 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 прости. Ну и манеры тоже мне рыться. Конечно, они могли бы свалить на тачке Эй Джея, но ключи остались в тоннелях, так что надо бы искать бомжмена, чтобы он им помог. И, как удачно совпало, вот он. Ща он их свои катакомбы поведет, где тренируется Джон Уик. А до конца фильма осталось всего ничего. И вам, наверное, интересно, что же это за тварь такая? Ну, скажем так, думаю, вы довольными не уйдете. Он возил туда женщин, а потом начал их брюхатить, а затем их детей. Когда делаешь копию, копии, копии, в итоге получается что-то подобное. Самый что ни на есть обеззивный инцест. Да, это просто мегазорт, инцест, ебанка. Все, вот все объяснения. Как она такой вымахала, откуда такие силы, че она там жрала, а че Фрэнк все это время жрал. Ладно, питье, у вас там очень солидный чердак с водопроводом, но пища-то. Каннибализм. Чтобы выжить, они поедали друг друга. Но я был бы не против такого расклада, если бы фильм мне сам об этом рассказал, а я не додумывал за него. Вот ненавижу такую хрень, когда я должен выполнять работу за сценаристов. В таком случае я требую свою долю от 40 лямов, которую этот фильм собрал. Кстати, буду честен, сборы реально впечатляющие. Бюджет там вроде 4,5 был. Мы должны помочь тебе. Вам нужно просто сидеть здесь. Не знаю, плохой ли я человек. Я могу быть плохим. Или может, я хороший человек, поступивший плохо. Может быть. А может и нет. А может пошел ты. Кстати, это очень классная черта персонажа. Мудак, который пытается себя убедить в том, что он не мудак. Не, я не шучу, это реально интересно. Откуда ты знаешь, что сюда не доберется? Черт, я живу в этом месте больше 15 лет. Эй, черт возьми, она ни разу сюда не приходила. Что, дверей в твое время не было? Конечно были, иначе как входить? Блин, использовать тейкдаун из Gears of War? Окей, это забавно. Ребята дали по Си***евскому прям вот самое удачное и тупиковое место. Водонапорную башню, ага. Благо, хоть у ЭйДжея волына есть. Сука! Не фоккап! Не фоккап! Я могу уйти, но тебе придется замедлить ее. Эй! Нет! Хватай ребеночка! Ага, да что ж ты за мать-то за такая? Вот понятно, какого ребеночка ты любишь, а какого цыганам отдашь. Не переживайте за Тесс, она выжила, упала на что-то мягкое. А ЭйДжей? Я тебя не столкнул. Ты начала скользить, и я ничего не мог сделать. Если человек мудак, то это надолго. Но тут... Да че ж так лонгу-то не прет в ужастиках, то в моржа превратят, тот уже дважды глаз лишили. Кстати, самое забавное. Кстати, я не смотрел Джипперс Крипперс. Ах так, Закарис. Стыжусь. Каюсь. Выход там, да? Хорошо, сам дойду. Так что обломитесь, это не отсылка. Ну и напоследок, из нас пытаются жалость выдавить, мол, мама просит малышку вернуться домой. На что малышка такая, не, конечно, молочко за**, но я уже взрослый, и умею пользоваться огнестрелом, так что... Ну и топает она из этого гиблого места. Ну, а перед тем, как приступить к финальному выводу, вас наверняка интересует, а почему этот фильм называется Варвар? Ну, для начала, пусть сам режиссер скажет. Забавно, некоторые зрители додумались до таких тонкостей, что я был в шоке. Типа, что Барбериан это анаграмма Airbnb. И я не врубился в это до последнего момента. А еще кто-то сказанул, что адрес дома 476 Барбери схож с датой падения Рима. Я не знал этого, и это дико круто узнать о таких штуках. Да, наплодили теории достаточно. Ну, а лично я считаю, что Барбериан это обитатель дома по адресу Барбери. Ну, или в тематике фильма вторгающийся в личное пространство человек, как, например, вот Фрэнк. Что ж, приступим. Самый ли это лучший фильм ужасов этого года? Самый ли безумный хоррор уходящего года? Нет, далеко нет. Конечно, тут мы получили какую-то гремучую смесь из мы, не дыши, кто не спрятался, мамы, и даже чуточку злого насыпали, но это скорее в плане развязки. И я не буду врать, что именно первый час фильма мне искренне понравился. Зак Крэгер выстроил неплохую завязку, все качественно поставил и интриговал. Но потом, в какой-то момент, он будто не знал, к чему все должно прийти. Причем, он сам это признавал в интервью. И он накинул относительно безумную дичь, чисто ради того, чтобы была неожиданная и безумная дичь, которая, в свою очередь, создает массу сюжетных дыр. И поэтому я больше склоняюсь к сравнению с Мы и Не Дыши. Вы же сами помните, как в Мы начиналось все за здравие, а закончилось каким-то трындецом, что негативно сказалось на общем восприятии картины. С Не Дыши в целом та же история, но немного иначе. Да, Твист тоже относительно бредовый был, но он, по крайней мере, работал в рамках истории и не так сильно портил впечатление от кинофильма. В моем случае так вообще не испортил. С этим сиквел постарался. А раз уж так, то в какую когорту относится Варвар? И надавили на эту сраную соцповесточку, что только идет в плюс. А по поводу злого, ну камон, Варвар вообще ни разу не такой безумный, как хоррор Джеймса Вана. А что касается посылы, если закрыть глаза на вот эти сюжетные дыры? Ну, как некоторые уже высказывались, в том числе премного уважаемый мной Red Letter Media, этот фильм о доверии и умении доверять человеку. Доверие. Основа взаимоотношений. В целом, здесь есть доля правды, учитывая, что Зак Крэгер вдохновлялся книгой по умению различать потенциальных мудаков. Да и мы видели это на протяжении фильма. Недоверие Тесс к Киту, которое переросло чуть ли не во влюбленность, причем почти удачно, ибо парень-то оказался адекватным. То, как она моментально доверилась ЭйДжею из-за обстоятельств, в которые они угодили. А затем вот те раз, а парень-то мудазвон. Причем, так же и коллега ЭйДжея ему доверилась, а он ее трахнул без ее согласия. Плюс доверчивость окружающих к Фрэнку. Короче, подобного тут масса. Ну или можно копнуть еще глубже и сказать, что этот фильм про губительную силу пахуизма. Ибо вы сами видели, что практически все персонажи либо игнорировали проблемы, либо просто намеренно не хотели их видеть, как те же сотрудники ЭйРБНБ. И это круто, конечно, но вот все упирается в третий акт. Ну вот портит вот всю концепцию это мегазорд ебака. Ну вот выбивает из колеи. А так этот фильм мог бы получиться прям нереально классным. Но, увы, получили, что получили. Что ж, это был фильм Варвар. И... Нет, хороший, хороший. Молодцы, что снимают это все. Ну ебуч, ну хороший. Ну ебуч, ну хороший. Ну не прям, чтобы хороший, но скорее нормальный. Давайте очевидные плюсы. Для фактического дебюта в подобном жанре Зак Крэгер выдал просто пушечно поставленный фильм. Очень классная работа с декорациями, светом, камерой, постановкой. Все это создавало отличную тягучую атмосферу. Музыкальное сопровождение на уровне эмбиента навалили прям мое почтение. Актеры отлично справились со своей задачей. Да и сам сценарий, а точнее идея. Ну нельзя сказать, что она была неинтересной. Но повторю еще раз главный вопрос. Настолько ли он хорош? Нет, ребята. Его слишком сильно перехайпили, что не пойдет на пользу тому зрителю, который будет его смотреть, зная все эти отзывы. И проблемы тут понятны. Все приходит к финальному акту, который создает вагон недосказанности или каких-то тупниковых моментов. И все это вытекает в сюжетные дыры, которые заметны будут всем. Да, там были еще косяки и в первом акте, но за них не так сильно глаз цеплялся, по крайней мере у меня. Так что я бы порекомендовал его посмотреть, но не завышать ожиданий. Тогда, может быть, вы получите какое-то удовольствие. Лично я, по общему счету, посмотрел этот фильм уже раз шесть. И он мне еще ни разу не надоел, что о многом говорит. Ну а теперь я буду ждать новых работ от Крэггера, ибо вот этот его дебют в хорроре прям получился очень достойным. И, кстати, он уже сейчас пишет новый хоррор. Пожалуй, я уеду за город, вырублю телефон на несколько недель и закончу сценарию ужастика, который будет гораздо безумнее, чем варвар. Может, он будет более громким, но, может, и говно получится, кто знает. Главное, чтобы не поплыл, как Джордан Пилл. А сегодняшней рекомендацией канала будет канал Психологика. Все, кто увлекаются подобной темой, кому интересна именно психология человека и прочее, 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 смело подписывайтесь на этот канал, к моему товарищу. Там он все интересно рассказывает. Человек-профессионал своего дела, поэтому ему, думаю, можно довериться. Так что ссылочка в описании, все там внизу. Подписывайся, поддерживай, ставь лайки и прочее, прочее, прочее. Ну, а с вами был Кинокиллер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и еще вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Телеграм. Все ссылки в описании. Также рассмотрите возможность спонсорской подписки на Бусти, где вы за пару дней сможете посмотреть обзоры без цензуры, с кровищей, обнаженочкой и нецензурной бранью. Все, как вам нравится, все, как вы любите. Это добровольная акция, никого не принуждаю. Если подпишетесь, то буду премного благодарен, а если нет, то на нет и суда нет. Спасибо вам всем за внимание и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok